МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно день остается до окончания летних каникул и начала нового учебного года. Во всех школах региона была проделана огромная работа по подготовке к знаменательному событию. К примеру, в Наровле завершилась реконструкция школы номер один, которая завтра торжественно распахнет свои двери перед учащимися. Всего же школьников области примут 540 учреждений образования. За парты сядут свыше 147 тысяч учеников, среди которых почти 17,5 тысяч первоклассников. Завершают последние приготовления к новому учебному году взрослые и дети. Участие в этом деле принимают и представители органов власти. Председателю облсполкома Владимир Дворник вручил портфели первоклассникам, которые являются воспитанниками Гомельского городского социально-педагогического центра. Детский социальный приют предназначен для проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сегодня здесь находится 40 воспитанников. Четверо из них в этом году станут первоклассниками. Начиная с завтрашнего дня они начнут учиться в 60-й Гомельской средней школе. Нельзя сказать, что дети не подготовлены к учебе. Во-первых, они посещали подготовительную группу. Во-вторых, с ними занимались воспитатели приюта. С ними занимаются воспитатели. Готовят, безусловно, в школе. С ними работает психолог наш, работают воспитатели дошкольной группы. Дети очень рады и ждут 1 сентября для того, чтобы отправиться в школу в первый раз. В социальном приюте дети могут находиться до 6 месяцев. Практика свидетельствует, сейчас 60% воспитанников Гомельского городского социально-педагогического приюта возвращаются в биологические семьи. Еще около 30% в семьи приемные. Однако всегда им будет необходима помощь взрослых, которые должны сделать все, чтобы дети чувствовали себя защищенными. Областная акция «Соберем портфель первокласснику» призвана не просто помочь несовершеннолетним в подготовке к школе, но и создать условия для их всестороннего развития. По этой причине в подарок приюту спортивный инвентарь. Что касается непосредственно портфелей, то в них школьные тетради, набор цветной бумаги, краски, пеналы и игрушки. Взрослые говорят, что последний подарок очень необходим. Первоклассникам еще потребуется время, чтобы свыкнуться с новыми условиями. Каждый сегодня старается сделать так, чтобы этот ребенок почувствовал себя уверенно и почувствовал защиту не только от тех родных, которые у него там есть и не могут сделать для него какой-то подарок, но и от государства, и от тех людей, которые могут это сделать. Поэтому это важно, это дисциплинирует, это объединяет наш народ. И эта акция, она имеет такой хороший психологический задел будущего для этого человека. На заседании облсполкома, которое состоялось в минувший четверг, проанализированы итоги инвестиционной деятельности в нынешнем году. Только за первое полугодие в экономику региона направлено около 20 триллионов рублей. По этому показателю Гомельщина уступает только Минской области. Вместе с тем по ряду позиций ситуацию еще нельзя назвать удовлетворительной. Инвестиции – это задел на будущее. По сути, это тот финансовый фундамент, который позволит развивать экономику в ближайшей перспективе. Для Гомельской области с ее большой промышленной базой это особенно важно. А потому работа по привлечению инвестиций здесь ведется постоянно. Цифра по итогам текущего года – 100,1%. Если считать с начала пятилетки – 127%. Самый высокий показатель в Беларуси. Кроме того, в облсполкоме уверены – в этом году будет выполнен и такой показатель, как привлечение иностранных инвестиций. Основание для такого утверждения – наличие инвестпроектов, реализуемых в целлюлозно-бумажной, машиностроительной и нефтяной отрасли, а также металлургии. Причем средства стремятся вкладывать с максимальной эффективностью. Можно построить здание, коробку – это тоже инвестиции, но эта коробка не дает никакого эффекта в экономике. А можно вложить очень современное технологичное оборудование, которое будет давать новый продукт, товар с очень высокой добавленной стоимостью. Так вот у нас этот показатель сегодня в активную часть вложения порядка 43%. Это лучший показатель в Республике Беларусь. То есть это в оборудовании. Большие надежды в плане привлечения инвестиций на свободную экономическую зону Гомель-Ратон. Сейчас здесь зарегистрировано 78 резидентов, три из которых получили соответствующий статус в 2015 году. Еще с пятью компаниями ведутся переговоры, причем три из них, вероятно, также будут зарегистрированы уже в этом году. Вообще в администрации СЭС сегодня готовы рассматривать любые возможности по привлечению инвестиций. Я хочу провести круглый стол на базе бизнес-центра свободной экономической зоны с приглашением ЕС, органов управления, министерств, ведомств. В связи с тем, что сейчас возникает много вопросов у наших резидентов по ведению бизнеса, начиная с 2017 года. Сферы, которые сегодня наиболее привлекательны для инвесторов, производство нефтепродуктов, машин и оборудования, транспорт и связь, химическое производство. Вместе с тем, в Гомельском облсполкоме уверены, сегодня необходимо активнее привлекать средства и в другие сферы, начиная от информационных и туристических услуг. Мы в этом году наконец-то запустили по полной программе технопарк наш. Мы зарегистрировали достаточно большую группу новых резидентов, что радует, что очень приходит много компаний с IT-технологиями. И там молодые люди, по сути дела, с компьютерами делают такие объемы, которые порой делают наши достаточно средние предприятия, причем зарабатывают в валюту. Вот эти направления для нас очень интересны. Они достаточно развиты во многих странах, которые достигли больших успехов, такие как Сингапур, Тайвань и так далее, как Япония. На этом страны поднялись, по сути, страны, которые не имеют собственных ресурсов. Несмотря на стабилизацию ситуации на ряде крупных промышленных предприятий Гомельской области, их финансовое состояние пока нельзя назвать удовлетворительным. Такое мнение высказал председатель облсполкома во время встречи с коллективом Рогачевского молочно-консервного комбината. По мнению Владимира Дворника, сейчас на первое место должны выходить такие показатели, как рентабельность, прибыль и уровень зарплаты. Наши корреспонденты ознакомились с перспективами крупнейшего на территории СНГ предприятия по производству молочных консервов. Рогачевский молочно-консервный предприятие с почти 80-летней историей. В 1938-м его создали для производства молочных консервов. Сегодня здесь ежесуточно перерабатывается более 770 тонн сырья. По объемам производства тех же молочных консервов комбинат является крупнейшим на территории СНГ. С объемными показателями у предприятия сегодня все в порядке. И рост промышленной продукции обеспечен, и зарплата выше прошлогоднего уровня. Вместе с тем, председатель облсполкома Владимир Дворник убежден, комбинат работает не с теми результатами, на которые способен, и называет причины. Огромная закредитованность, и при этой процентной ставке, конечно, они работают сегодня не на производство, увеличение какого-то объема, качество, но работаем на банк. Поэтому вот эта вот техническая модернизация проведена, и сегодня важно, чтобы была еще экономическая модернизация. А экономическая – это, прежде всего, руководство предприятия, специалисты, те, которые сегодня должны видеть результат работы в деньгах, в экономике, в рентабельности, в прибыли. К сожалению, обойтись без кредитов в Рогачевском молочно-консервном комбинате возможности не было. В последние годы здесь проводится масштабная модернизация с открытием новых производств, что уже позволило увеличить производительность труда почти на треть. Сейчас это современное по европейским стандартам предприятие, но все понимают – без снижения затрат конкурировать на рынках будет сложно. Соответствующие планы составлены, теперь их необходимо реализовать. Будем дальше также смотреть по всей сырьевой базе. Почему? Потому что мы уходим от всех сторонних организаций, в том числе и коммерческих, и особенно все второстепенные подрядные организации и цеха. В прошлом месяце Рогачевский молочно-консервный комбинат принял участие в международной выставке «Экспо-2015», которая прошла в Италии. О конкретных плюсах говорить еще рано, но определенные договоренности с потенциальными партнерами уже есть. Расширение географии поставок для предприятия – необходимость. Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, хватает и 30% производимой продукции. Россия занимает у нас в пределах 70% со всего. Армения, Азербайджан, Грузия, Туркменистан. Вот буквально на прошлой неделе проведены довольно-таки объемные переговоры с Турцией. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производство молока на Гомельщине увеличилось почти на 14%. Переработчики и сельхозпредприятия сегодня работают в одной цепи. Но эффективность такого сотрудничества пока далека от идеала. При хорошем уровне ведения этого предприятия, то экономика этого региона, сельского хозяйства, была бы на голову тоже выше. И тот объем средств, которые сегодня приходится обслуживать этому предприятию, я имею в виду кредиты, они бы пошли в сырьевую зону, развивали, повысили бы уровень жизни тех людей и заработную плату. С каждым годом все большую популярность среди гомельчан набирает такой вид транспортного средства, как велосипед. Нередко можно увидеть целые семьи, которые совершают велопрогулки по городу. Такая тенденция семейного отдыха прослеживается не только в нашей стране, но и за рубежом. Там в выходные дни даже закрываются целые улицы для движения автомобильного транспорта, и велосипедисты могут безопасно кататься по проезжей части. К слову, подобное мероприятие в минувшую субботу прошло и в Гомеле. Все подробности далее в сюжете. Почти три километра в одну сторону. Для первой велосубботы в Гомеле выбрали участок автодороги, построенный в этом году, а потому велолюбители могли разогнаться до максимальной скорости, без риска попасть в яму или колею. Правда, те, кто принял участие в акции, оказались людьми дисциплинированными и ответственными, а потому ни собственным здоровьем, ни своими транспортными средствами не рисковали. В отличие от некоторых других жителей региона, которые в этом году попали в серьезные аварии. В настоящий момент на территории Гомельщины совершено 16 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибло и 15 получили ранения различной степени тяжести. На этом наша программа завершена. Смотрите «Стафету новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok